Моё имя Ольга Гаранжа, и я педагог. Мой опыт практической работы с детьми от 5 месяцев до 15 лет начинается с 2004 года. Я сооснователь семейного клуба «Мечта» в городе Харькове, Украина. Начала свою профессиональную деятельность учителем математики 5-11 классов Харьковской общеобразовательной школы. Через несколько лет своей практической деятельности я стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе. Занимаясь вопросами воспитания детей, я столкнулась с тем, что существует барьер между учителями, родителями и детьми. Барьер непонимания. С 2011 года я мама. У меня возникает вопрос, как мне, молодой маме, проводить время с ребёнком так, чтобы он рос счастливым, любопытным, разносторонне развитым? Как нам, молодым родителям, выстраивать взаимоотношения с ребёнком, чтобы мы уважали и понимали друг друга? Я начинаю изучать мировые методики раннего развития и опыт практической деятельности педагогов-новаторов с детьми раннего и дошкольного возрастов. Полученные знания я не только использую в жизни и в воспитании моего ребёнка, а и активно внедряю в деятельность семейного клуба «Мечта» совместно с моим партнёром Селивановой Светланой. Объединившись со Светланой вместе, благодаря единым ценностям и видению, куда мы идём, какое наследие мы оставляем, мы начинаем строить компанию «Семейный клуб мечта» и создавать альтернативную систему раннего и дошкольного образования для детей города Харькова, направленную на разностороннее развитие личности ребёнка. Мы считаем, что воспитание и развитие человека начинается с его первых минут в утробе матери. Быть хорошим учителем не значит быть хорошим руководителем. Руководителю компании необходимо обладать системой кросс-функциональных знаний и внедрить полученные знания в жизнь компании. С этой целью я иду учиться в Международную бизнес-школу «Геллон», выпускницей которой я являюсь сегодня. Моя миссия как педагога – я воспитываю личности. Профессия педагога начинается с любви и уважения к детям. Важно решение принимать профессионально и осознанно, а во взаимоотношениях с родителями, коллегами проявлять искренность человеческих взаимоотношений. Знания, умения и навыки должны передаваться от сердца педагога к сердцам его учеников. Своей деятельности я руководствуюсь следующими принципами. Постоянно обучаюсь новому, разносторонне развиваюсь в своем любимом деле. Участвую в различных мастер-классах, семинарах, обучающих программах для педагогов. Мне интересно все, что касается развития и воспитания личности человека, ребенка. Мир не стоит на месте, меняется восприятие, появляются новые методики и методы работы с детьми. Саморазвитие и системное обучение педагога являются важным фактором профессионального и личностного роста. Лишь тот, кто способен постоянно и системно учиться и развиваться, имеет право быть причастным к образованию и воспитанию детей. Дети с радостью возвращаются к своему учителю снова и снова, когда им интересно на занятии, и они ощущают, что учитель их любит и уважает. И если у тебя есть большая амбициозная цель, для ее реализации научись объединяться с людьми. Работа в команде – это всегда обмен идеями и опытом, а также взаимовыручка, что способствует процессу обучения происходить непрерывно и результативно для детей. Инструменты, которые помогают в воспитании и обучении моих учеников. Авторская программа и авторские конспекты занятий, структура каждого занятия, календарное планирование, а также игровые и методические пособия. Благодаря чему родилась авторская методика раннего развития детей. Изучение и объединение методик раннего развития детей. Опыт работы Василия Сухомлинского, Глена Домана, Сесилия Лупан, Марии Монте-Сори, Микадо Шичиде, Николая Ефименко и других практикующих педагогов в области раннего развития. Я ежегодно пополняю программу новыми методиками раннего развития, благодаря систематическому обучению и прохождению тематических и профильных мастер-классов, семинаров, занятий. Основа программы базируется на личном педагогическом опыте. Я являюсь практикующим педагогом с детками от 5 месяцев с 2013 года. Есть два пути воспитания и образования наших детей. Первый – простой. Как воспитывали нас? Но на этом пути ребенка могут ждать ситуации, выйти из которых можно только через боль, через стрессовые ситуации, благодаря выходу из зоны комфорта. Есть и второй путь. Путь воспитания с любовью. Он подразумевает за собой осознанный подход к воспитанию своего ребенка, понимание, что я делаю, зачем, для чего и как это повлияет на судьбу моего ребенка. Любовью нужно воспитывать с самого раннего детства. Период от рождения до трех лет – очень важный период в жизни каждого человека. Это период интенсивного развития и становления личности человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова